МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Травоведы делят почти все растения на пищевые, ядовитые и лекарственные. И среди лекарственных особенно ценятся эфиросодержащие, те, в которых большое количество похудших масел. Именно благодаря им растение приобретает свой неповторимый аромат. Я Константин Крынов, с вами программа о животных и растениях. Сегодня мы узнаем. Готовь сани летом, а свеклу под зиму. Чтобы получить самую раннюю овощную продукцию. Ананас и кокосовая пальма, тропики в горшке. Ананас мы можем посадить собственноручно. Хвойные красавицы на любой вкус. И невероятный совершенно аромат. Лимонелла. Правила переезда из магазина домой. Пойду упаковывать и забирать домой. Посадка клёна в деталях. Глубина должна быть не меньше, чем высота корневой системы. Неожиданные факты и полезные советы о растениях прямо сейчас. Маленькая подушечка, наполненная сухими травами, называется ароматическим саше. Его основные компоненты – листья, трав и деревьев, соцветия и лепестки цветов. Для изготовления саше мешочки можно смастерить самостоятельно, а можно купить в магазине. В любом случае важно помнить, при наполнении подушечки с сухими травами надо её периодически встряхивать. Однако аромат выделится полностью только в том случае, если мешочек не набит слишком туго. В целом сложности немного. Почти столько же, как при посадке овощей под зиму. Погода в нашей зоне рискованного земледелия непредсказуема. Так и теперь, после заморозков и даже снега в начале ноября, наступило подтепление. И кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов призывает не терять ни минуты и работать в саду. Да, конечно, сейчас самое хорошее время для подзимнего посева. Сейчас мы высеваем семена корнеплодов, зеленых культур, для того, чтобы получить самую раннюю овощную продукцию. К ним относятся, что мы сейчас можем посадить? Это свёклку, морковку, редиску, укропчик, петрушечку. Но сейчас, вот в этой пути, почти наполовину подготовленной, мы высадим с вами корнеплоды. Приступаем к делу. Ну что ж, для начала, видимо, надо всё перекопать. Здесь аккуратненько и выбрать сорняки, так? Ну, во-первых, надо сказать о том, что мы используем участок, на котором уже посажены растения. И мы как бы используем ту землю, которая не используется пока нашими декоративными тканиками. То есть вы хотите сказать, что вот эти кусты, которые здесь растут, они останутся? Да, конечно, но пока они не разрослись, мы эту пучу вокруг них можем использовать в качестве выращивания таких овощных культур. Так, вот эти все корешки, да? Корешки обязательно все мы удаляем. Сорняки многолетние особенно, то же самое мы должны убрать. И только после этого мы должны вносить с вами удобрения. Чем будем удобрять? Я смотрю, сколько у нас приготовлено здесь. Здесь есть и перегной, есть и биокомпост. И, конечно же, песок мы обязаны просто применять для разрыхления структуры почвы. Мы вносим примерно ведро на метр квадратный вот такого хорошего речного песка. Затем мы обязательно с вами должны вносить питательные элементы. Вот используем просто... Это что такое? Вот этот биоперегной? Компост. Равномерно по всему участку. Вот так. Ну, я уже чувствую, какие здесь будут у нас сочные корнеплоды на такой грядке. Теперь мы должны очень тщательно перемешать. Давайте я помогу. Глубоко перекапывать уже не требуется. Нет, здесь уже как бы на полштыка лопаты вполне достаточно. Все питательные элементы проникнут на ту глубину, на которой у нас копана земля. Ну что ж, грядка почти готова. Выровнена. После того, как мы как следует с вами перекопали все, почву необходимо немножечко укатать, чтобы не было каких-то щелей больших. Чтобы вот эти меленькие семена у нас очень глубоко не проникли в почву. Можно использовать полену, можно использовать просто пластиковую бутылку. Мы берем и просто вот укатываем. После чего приступаем к бороздкам. Бороздки для свеклы мы делаем 3 сантиметра. Теперь 15 сантиметров следующую бороздку. Уплотняя донышки бороздок, мы должны с вами учитывать, что у свеколки крупные семена. Мы их сажаем на 3 сантиметра глубины. У морковки помельче семена. Поэтому мы их сажаем всего-навсего на 2 сантиметра глубиной. Ну что ж, бороздки готовы? Сажаем? Конечно, конечно. Свеколку мы сажаем примерно через 3-4 сантиметра, учитывая, что только 60-50 процентов у нас, в общем-то, будет схожих нормальных семян. Остальные все по каким-либо причинам погибнут. Это все нормально. Аккуратно, очень аккуратно, слегка прижимаем эти семена, присыпанные почвой. И все. И идем зимовать. Ну, прекрасно. Идеально. Ровная грядка. Тут остается дождаться весны. Но чтобы весной вспомнить, что здесь было, надо завести димник. Обязательно. Пойдемте все запишем. У каждой травы в искусстве составления Саше своя задача. Например, ромашка приносит сон, душится, борется с неврозами. А засушенные кусочки апельсина или лимона поднимают настроение и пробуждают любовь. Впрочем, если одного запаха растения вам мало, вы можете посадить его у себя дома. Причем даже самое необычное. Если вы решили превратить дом в настоящие тропические кущи, то без ананасовой пальмы просто не обойтись. Но как вырастить экзотического питомца в обычной квартире? Оказывается, это может сделать почти каждый. Все, что вам понадобится – хороший ананас. Мы берем ананас и срезаем верхнюю часть. Это буквально от коколка 2 сантиметра. Эту часть ананаса мы, конечно, можем оставить себе. А с этой частью ананаса нам придется поработать. Мы оставляем подсохнуть в протяжении двух недель. Для посадки необходим правильный грунт. Садовую землю смешать с песком либо с торфом для лучшего удержания влаги. Засыпаем буквально 2 сантиметра тренажа. После чего мы начинаем мешать грунт вместе с песком. Можно это заранее подготовить, но я буду делать это пословно. Засыпав три четверти горшка, мы начинаем засадку высушенного ананаса. После посадки ананас рекомендуют не поливать, а опрыскивать теплой водой. Нам понадобится для ананаса такая ваза, чтобы создать мини-парник. Мы можем использовать не только вазу, мы можем использовать и различную пластиковую тару. Главное, чтобы она была прозрачной и был доступ воздуха. Поливать растения нужно не чаще раза в месяц. И только в случае подсыхания грунта. Через 2-3 недели после данной посадки должна появиться корневая система у растений. А через 2,5 года могут появиться и плоды. Конечно, она сначала будет свисти, но плодоносит. Если будет плодоносит, то вам очень сильно повезло. И настоящий цветовод. А это другой экзот в московских широтах. О райском наслаждении в виде собственной кокосовой пальмы мечтал бы каждый. Но вырастить такую пальму из ореха трудоемко и долго. К тому же растение недолговечно. Корневая система кокоса не предназначена для жизни в горшке. Но если охота пуще неволе, лучше купить уже взрослое растение в магазине или питомнике. Для начала мы смотрим на листья. Листья должны быть зеленые, не коричневые. Потому что коричневые кончики листьев говорят о том, что растение уже подсохло. Если лист желтеет, значит это растение перелили. Экзотического гостя после покупки так же, как обычный фикус, нужно пересадить. Основные принципы такие же, как при заботе о других растениях. Диаметр кашпо для пересадки пальмы должен быть на несколько сантиметров больше диаметра ее корневой системы. Растение должно развиваться свободно. Далее следует позаботиться о дренаже, точнее о керамзитной подушке. Засыпается одна треть кашпо, если это кашпо. Если же мы пересаживаем в горшок, то количество дренажа уменьшается. Сейчас мы продолжаем пересадку и засыпаем первый слой грунта, это нижний слой. Он должен быть свежим. И грунт для пальмовых существует, и есть грунт универсальный. В данном случае мы используем универсальный грунт. Насыпается приблизительно одна десятая. После этого пальма высаживается в кашпо, а грунт обрабатывается специальным средством, стимулирующим рост корней. Так растение лучше и скорее приживется. После этого дерево мечты необходимо полить. Предварительно в лейку можно добавить натурального удобрения. Рекомендовал бы вам удобрение эстонского навоза. Оно 100% натуральное, даже если вы вылейте полный флакон, то это не навредит растению. Кокосовой пальме необходимо нежиться и купаться в солнечных лучах. Потому дома растения рекомендуется ставить возле окон, выходящих на южную сторону. А летом можно выставлять экзотическое дерево на балкон или в сад. А теперь представляем вам растение недели. Дуб-долгожитель вот уже более 700 лет стоит возле села Верхняя Хортица. Он застал времена монгольского нашествия, крестовых походов и ледового побоища. Окружность ствола этого долгожителя более 6 метров, а диаметр кроны 43 метра. Чтобы обхватить ствол этого великана потребуется трое рослых мужчин. А в тени его ветвей может спрятаться добрая часть жителей села. Смотрите после рекламы. Колючие и душистые правила выбора хвойника. Вот здесь вот 5 хвойных. В одном кучке. Жизнь после магазина. Адаптируем растения к дому. Первым делом надо будет снять плоды. Осенняя посадка клена. Порядок действий. Если зима будет теплой, то они зимой немного будут расти. Продолжаем путешествие по миру растений вместе с Константином Крымовым. Мешочки с душистыми травами можно использовать по-разному. Одни размещают по дому для отдушки помещения. Другие с более тонкими ароматами зашивают в подушечки для лучшего сна. Аромат этого душистого мешочка будет напоминать о лете и радовать вас всю долгую зиму. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем хвойного дерева на участке, отсутствие зелени среди снегов вам не грозит. Не за горами новогодние праздники. И мне кажется, было бы совсем не дурно украсить гирляндами собственную ель в саду. А вот как правильно выбрать хвойники для посадки, нас научит ландшафтный архитектор Елена Кичак. Елена. Костя. Чем я должен руководствоваться, когда я ее выбираю? Мы должны знать страну происхождения этой ели. Лучше, чтобы это была Польша, Германия или Россия. В процессе, скажем так, роста этой ели ее пересаживают порядка 4-5 раз. Формируют корневую систему компактную. Как там все устроено, этот ком, который засыпан, да? Что там внутри? А я сейчас вам покажу. Пойдемте. С удовольствием. Вот он, этот ком. Это мешковина. И для того, чтобы ком не обсыпался, это сетка из проволоки. Прямо с этой сеткой можно сажать растения, и через год, через два эта сетка вся рассыплется. Да что вы, вот это металлическая сетка? Конечно, конечно. Здесь в питомниках деревья присыпаются. Они в таком состоянии зимуют. Ну, это, кстати говоря, все о преимуществах приобретения деревьев саженцев в питомниках. Да, ну вот это я узнавил. Это как раз то, что называется классическое, знакомое, московное практически. Обыкновенная. Она же новогодняя. А? Нет? Да. И это самое неприхотливое хвойное дерево, потому что даже если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод, ель, может с этим примириться. Дело в том, что у ели поверхностная корневая система, в отличие от сосны, да, и она не глубже метра располагается. То есть ее корни, они такие поверхностные. Ель можно использовать в качестве живой изгороди. Если мы покупаем невысокие ели и высаживаем плотненько близко друг к другу, то при истышке и формовке можно создать достаточно плотную живую изгородь. Ну тогда, что у нас будет в центре, например, как основное доминирующее дерево и сводненько? Кедр сибирский. Хорошая идея. Пойдемте смотреть. Между прочим, еще надо научиться отличать сосну от кедра. Очень легко можно определить. Вот здесь вот пять хвоинок. В одном... Кучке. Кучке. А у сосны обыкновенной только две хвоинки. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они. Насчет этого кедр смотрится более пушистым деревом, нежели сосна. И когда мы сажаем дерево, мы должны понимать, что ком, допустим, у нас метр, а яма посадочная должна быть более широкая, то есть где-то на 40 сантиметров шире. По темпам роста медленнее кедра. Существует что-нибудь еще? Конечно. Пихта. Пихта. Давайте посмотрим на пихту. С удовольствием. Да, но это совсем другое дело. Видно, что... И вот вроде и хвойное, да, растение? Пихта сибирская. Есть ли хвоя у пихты? Пихта. У нее оборотная сторона, видите, такая серебристая. Да. И шишечки у нее, в отличие от ели, они такие не повислые, а прямо стоячие. Шишки очаровательные совершенно. Да. Что можно сказать об уходе за этим растением? Ну, во-первых, что вы должны понимать, что она очень медленно растущая. Да, ну, это... Поверьте очень долго ждать, когда она хоть чуть-чуть подрастет. Она переносит тень. То есть можно сажать в теневые участки сада, в отличие от сосен. Да. И, конечно, еще одна особенность у пихты, это то, что чуть-чуть дотронешься до хвои, чуть это помнешь. Пахнет. И невероятный совершенно аромат, который будет распространяться в саду даже. Конечно. Но когда лиственные деревья сбрасывают листву, эти работают круглый сезон. И в этом, собственно говоря, их основное, наверное, достоинство. Задача хвоиных растений, да, радовать нас в течение всего года. Спасибо вам большое. Все это было крайне интересно. Спасибо вам, Константин. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как можно дольше. Не надо менять травы каждые три дня. Достаточно добавить по капле аромамасел розы, гвоздики или же смина к сухим травам. Кстати, и это важно. Травы и листья на самом деле должны быть сухими. Иногда мелочи в уходе и использовании решают все. Домашние растения не исключение. Итальянские мандарины, лимонеллы, коломандины. В магазинах предлагают не меньше десятка сортов цитрусовых. Какое бы дерево вы ни выбрали, главное, чтобы оно было здоровым. Вот это вот растение нам очень легко будет адаптировать к жизни на подоконнике. Все листья зеленые, нет ни одного вредителя. Очень хорошо сросшееся место прививки, гладенькое. Самое главное – это корни. Здесь мы видим, что и сверху светленькие корни торчат, и снизу они белые, здоровые. Пойду упаковывать и забирать домой. Климат у нас достаточно суровый, поэтому прежде чем забрать понравившееся растение домой, его надо как следует упаковать. Для этого достаточно агроволокна. В таком виде растение совершенно спокойно перенесет градусов до 15 мороза, и мы безболезненно довезем его домой. Приспособить растение к домашним условиям – технологический процесс, требующий внимательного соблюдения порядка действий. Мы сейчас его распрямим, аккуратненько пересадим и придадим форму, которая характерна для деревьев, чтобы он дальше рос уже нормальным, хорошим деревом. Очень аккуратно снимаем, стараясь не повредить листья. Перед посадкой необходимо насыпать дренаж. Он позволяет не застаиваться в горшке излишней влаги. Ни в коем случае при посадке нельзя глубоко закапывать. Вот корневая шейка, это дерево, она должна быть наружи. Но в то же время вот эти вот верхние корни должны быть присыпаны землей. Я постукиваю по горшку для того, чтобы земля равномерно легла и не было, чтобы пустот. Я специально держу немножко наискосок, чтобы после выпрямления у нас получился ровный ствол. Привяжем к опоре. Месяца через 4-5 он у нас выпрямится и будет замечательное, красивое, ровное дерево. Втыкать мы не будем, чтобы не потревожить корни. Привязать цитрус можем веревочкой. Привезенные из магазина растения необходимо обработать средствами против насекомых. Обработаем от клеща тоже любым препаратом. Нам надо повысить влажность воздуха вокруг листьев цитруса. Проще всего это сделать, надев прозрачный пакет. Если мы аккуратно пересадили и у вас влажный воздух, то, в принципе, можно обойтись и без этого. Закрепляем на стволе. Земля должна остаться свободной, она должна дышать, чтобы не заплесневела, не загнила. Герметично не надо. У нас не больное растение. Цитрусовые любят много света и тепла, поэтому в квартире им лучше будет на подоконнике или на балконе. Однако прямые солнечные лучи им не на пользу. А в зимний период, при дефиците солнца, детям субтропиков гораздо лучше будет под такой натриевой лампой. Теперь ему светло, хорошо, и вскоре он нас порадует обильным цветением и плодоношением. Любимые ароматы можно подчеркнуть добавкой других трав. Так скажем, запах лимона усилит лимонная мелиса или валерьяна. Для того, чтобы аромат розы стал насыщеннее, можно добавить немного мяты или гвоздичный порошок. Если вы не запаслись ароматными растениями летом, их можно купить в магазине или вырастить на подоконнике. Кстати, некоторые растения до сих пор можно высаживать в открытый грунт. Уже чувствуется приближение зимы, но это не значит, что время садовых работ прошло. Для посадки некоторых деревьев осень подходит как нельзя лучше. Сейчас мы произведем последнюю посадку саженца клена. Посадочная ямка должна быть несколько шире, чем корневая система. Ну, сантиметров на 10 с каждой стороны. Лубина должна быть не меньше, чем высота корневой системы. Я примерно намечаю радиус моей ямки. Пока настоящие холода не настали, и земля не успела промерзнуть, лопата легко входит в грунт, и корням саженца тоже нетрудно будет прижиться. Примеряем саженец. Так, все, ямка готова. Вот здесь вот у нас корневая шейка, которая ни в коем случае не должна быть заглублена. То есть она должна на уровне почвы как раз находиться. Чтобы корневая система хорошо росла вглубь, дно ямы нужно порыхлить. Сейчас у нас осень, удобрение основное должно быть безазотное, только фосфор и калий. Ну, органическое еще можно, конечно. Внесенные при посадке удобрения улучшают питание растения на необжитом еще месте и стимулируют рост новых корней. Перемешиваем все это обязательно. Делаем смесь, которая будет у корней. И теперь ставим саженец. Посадка растения – дело трудоемкое. И проще осуществлять ее вдвоем. Но можно справиться и без помощников. Равномерно распределяем. Уплотняем обязательно почву, чтобы был хороший контакт частиц почвы с корнями. Деревцы уже посажены, но корни еще недостаточно крепко держатся за почву. Поэтому растению необходима опора. Забьем кулушек и подвяжем. Вот такую свободную делаем петельку. И здесь узелок или петельку. Лучше петельку, поскольку, возможно, придется перевязывать когда-нибудь, чтобы легко было развязать. После посадки обязательно полить дерево, причем обильно, чтобы обеспечить полный контакт корней с почвой и исключить воздушные пустоты. Осталась последняя операция у нас. Замульчировать почву, чтобы она не промерзала зимой. Мульча – это слой рыхлого, теплоизолирующего материала. Можно сделать из соломы, из торфа, из листвы. Мульча не только защищает корни от холода, но и обогащает почву полезными элементами. Я думаю, корни сейчас какое-то время еще порастут обязательно. Если зима будет теплой, то они зимой немного будут расти. Я надеюсь, с вероятностью 99%, что он у нас проживется и весной распустит свои зеленые листья. И будет хорошо на этом месте расти. Если посадка прошла успешно, весной на дереве распустятся новые почки. А пока оно будет привыкать к новому месту и готовится к наступлению зимы. Любой ароматерапевт знает, если у вас осенняя хандра или просто плохое настроение, это легко исправить с помощью любимого запаха. Я, Константин Крымов, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. А в следующую субботу новостями о животном мире с вами поделится мой коллега Юрий Лешок. Субтитры создавал DimaTorzok